МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. Сегодня в программе. Садоводы Мичуринца-3 продолжают выплачивать долги за коммунальные услуги. Отправка гуманитарной помощи в Крым. Когда в городе будет горячая вода? Садоводы Мичуринца-3 продолжают выплачивать долги за коммунальные услуги. Наши корреспонденты сегодня встретились с жителями товарищества. В течение нескольких дней в дачном товариществе Мичуринца-3 и инициативные группы совместно с городской администрацией осуществляют деятельность по выявлению должников. Встречаемся с жителями, которые находятся в данный момент на своих садовых участках. Мы просим у них книжечку, сверяем собственника садового участка, смотрим последнюю оплату и сверяем показания счетчика. И надо сказать, мы сегодня прошли, мы только выявили двоих людей. У одной женщины не оплачено где-то свыше полутора тысяч киловатт, ну и есть по 700 киловатт. Поэтому, значит, это, конечно, большие суммы. По последним данным, 95% садоводов исправно платят за электроэнергию. Непонятно тогда, как образовалась цифра 12 миллионов рублей задолженности за период 2013 года. Вы скажите тем людям, у которых свет есть, чтобы они вовремя платили. Потому что сейчас в общество большая кредиторская задолженность около 12 миллионов. Значит, общими усилиями выйдем с этого кризиса. Большинство людей, так как и вы, своевременно оплачиваете. Даже садоводы, которые не платили в течение длительного времени, стараются погасить образовавшиеся задолженности. У мичуринцев появилась надежда на благополучный исход сложившейся ситуации. Хотелось бы, конечно, очень сильно хотелось, но будем надеяться на лучшее. А там уже как будет. Платим мы вовремя. За все платим. Волей и судьбой мы оказались с мужем тут жить. Не сами же пришли. Так получилось в жизни. Платим вовремя. И очень большая просьба помочь не только нам, но и всему мичуринцу выйти с этого положения. И чтобы больше этого не повторялось. Появилась надежда на улучшение положения. И, в общем, они так оптимистично настроены. И, в общем-то, этот оптимист как бы и мне немножко передался. Я надеюсь, что все закончится нормально. Если, конечно, управляющий человек, сведущий и знает, что делать. Алиса Слынько, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В городском парке сегодня прошел День здоровья. Подробнее об этом событии вы узнаете из следующего выпуска программы Азов.Инфо. Полтора месяца назад произошло важное событие в истории нашей страны. Крым вернулся в состав Российской Федерации. Между Ростовской областью и Красногвардейским районом новообразовавшейся республики заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве. Сегодня по инициативе мэра города Азова Сергея Бездольного братскому народу была отправлена гуманитарная помощь. Ростовская область, это дело, превосшествована Красногвардейским районом Крыма. Территория Ростовской области были заключены территориями Красногвардейского района Крыма в качестве шефа. И город Азов оказался шефом Ленинского сельсовета Красногвардейского района Крыма. С этим мы выезжаем для ознакомления с нашими новыми побратимами, с которыми соглашение уже также подписано. И для того, чтобы доставить гуманитарную помощь для социальных учреждений Ленинского сельсовета, таких как Ленинский сад, Ленинский сад, Акушерский сад, Средняя школа, детский садик, библиотека и других. Полуостров, который вернулся в состав России, им сейчас необходима помощь, у них там тяжелое положение. И поэтому мы отозвались на просьбу мэра помочь сельскому поселению, сельскому поселению Красногвардейского района Крыма. Я считаю, что это долг каждого гражданина, который должен такой ситуации, откликнуться и помочь в Ростове. В школе номер 14 сегодня прошел парад звезд. По ежегодной традиции педагоги награждают одаренных воспитанников в конце учебного года. Репортаж продолжит тему. Сегодня в школе номер 14 состоялся традиционный праздник парад звезд, на котором в преддверии окончания учебного года чествуют отличников учебы, победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Вместе с похвальными листами и грамотами ребята получили подарки. По итогам года в школе проведен конкурс на звание «Лучший ученик» 2014 года. Победителями стали Ангелина Варченко из 2-го класса и Валерия Абрамова из 3-го В. Кроме этого, в начальной школе был проведен конкурс на звание «Лучшего класса». А сейчас я выявляю победителем этого конкурса стал 3-й В-класс. Победитель школьного конкурса в «Лучшего года» 2014. Они получают раунду и награждаются бесплатной поездкой в весь класс. Все подарки, которые были представлены детям, подготовлены попечительским советом. Попечительским советом руководит Ральников Сергей Геннадьевич. Его состав входит Пахачук Олег Михайлович, Евтушенко Андрей Евгеньевич, Кулкин Михаил Александрович, Рябунов Андрей Сергеевич, Кузнецова Ольга Николаевна, Влазник Владимир Викторович, Евтушенко Андрей Евгеньевич. Это те попечители, которые ежегодно на протяжении многих лет помогают нашим детям прославить школу, именно стимулируя их теми же подарками, которые они вручают. Лаура Иванова, Татьяна Ивашенко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. В школе номер один прошел выпускной бал для учащихся четвертых классов. О необычном празднике, который подготовили сами дети, вы узнаете из следующего репортажа. На сцену приглашаются выпускники четвертого класса. Влад-суководитель Карпова Елена Михайловна. Встречайте! Выпускники, которые не прощаются со школой, но, как и одиннадцатиклассники, переживают большую перемену. Переход из начального звена на новую ступень учебы – это сложный процесс для каждого ученика. Сейчас на этой площадке стоят три класса, это 90 выпускников, которые с первого сентября станут учиться в пятом классе. Выпускной у учащихся четвертых классов в первой школе – это настоящий бал. Красивые наряды, море цветов, теплые слова благодарности своим первым учителям. В концертных номерах воспитанники трех выпускных классов рассказали истории о себе. Каждый ребенок смог проявить себя и продемонстрировать творческие способности. Биография на сцене началась с воспоминаний раннего детства, когда еще будущие ученики могли выйти на прогулку только в колясках. Дети в буквальном смысле осыпали своих первых учтений. Учителей лепестками цветов и закружили в танцы. В заключении концертной программы учителя передали своих любимых четвероклассик их будущим классным руководителям. Доверяем Слава Бузке Екатерине Вадимовне, Ермолаенко Татьяне Дмитриевне, Астаховой Надежде Анатольевне. Целое созвездие умных, творческих, оригинальных, непосредственных и тогда конкретных, но самых классных детей. Необычный паспорт выпускного класса, на котором фото всех ребят, будет теперь храниться до конца их обучения в школе. Выпускники окружили своих новых педагогов, а первые учителя не смогли сдержать эмоции. Расставание – это всегда грусть. На выпускном грусть светлая, окруженная желаниями о долгожданных переменах. Подумать и загадать их смог каждый участник бала. Мысли, как воздушные шарики, взлетели в небо и улетели далеко, чтобы непременно исполниться. Анастасия Дичко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Мэр Азова сегодня провел выездное совещание на городском пляже, где уже завершена подготовка к открытию купального сезона. На территории пляжа наведен порядок, установлены лавочки, навесы от солнца, урны, есть точка питания. Сергей Бездольник подчеркнул, что на этом останавливаться нельзя. Необходимо оборудовать спортивные площадки по интересам. С 31 мая в течение всего летнего периода в городе будет ежедневно работать транспортный маршрут «Центр-городской пляж». В связи с ремонтом моста через реку Азовка, мэром города Азова Сергею Леонидовичем Бездольным, принято решение с 30 мая этого года пустить на обкатку маршрут «Центр-пляж». Данный маршрут будет работать ежедневно с 9 утра до 9 вечера и будет проходить по маршруту. Старт будет от площади Петровской автобусной остановки в районе гостиницы «Амакс», будет проходить по улице Московской с остановками Старая Почта или переулок Красноармейский. Затем будет остановка на переулке Калантаевский и до конца до пляжа. Автобусы будут идти ежечасно. Стоимость проезда составит 10 рублей. И в заключение программы репортаж о заседании Женсовета города Азова. В библиотеке имени Крупской стала традицией проводить в последнюю среду каждого месяца встречу Совета Женщин Азова и Клуба Азовчанка. На заседании был заслушан отчет о проделанной работе председателя общественного фонда помощи детям-инвалидам, будущее детям, Натальи Бреус, которая рассказала о разрабатываемых двух проектах для детей с ограниченными возможностями в городе Азове. Бог дает нам, наверное, такую благодать каждый год выигрывать конкурсы. Я считаю, что это хороший знак, и поэтому пусть он всегда будет этот с нами, как говорится, знак, чтобы мы как можно больше помогали, чтобы как можно больше людей с ограниченными возможностями, не только ребят, но и даже старшего поколения приходили, занимались чем-то, чтобы они не оставались ненужными и про них забывали и все остальное. На заседании было принято решение направить в Азовскую городскую думу ходатайство на присвоение Натальи Бреус звания почетных гражданин города. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды, спонсор прогноза и инженерно-технический центр «Форт Аз». До свидания, до новых встреч. А теперь прогноз погоды. В студии профессор Александр Беляев. Вы знаете, не важно, какая погода за окном. С кондиционером ГРИ вы совершенно забудете о капризах погоды. Кондиционеры ГРИ. Совершенные кондиционеры. 30 мая малооблачно. Температура днем плюс 28, плюс 30. Температура ночи плюс 16, плюс 18. Ветер восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 43%. Уровень воды в реке Дон на 65 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 22 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. КОНДОМОБЛЯdessя Редактор субтитров А.Семкин